Приветствую вас всех, друзья, на канале Кус Жизни. Меня зовут Светлана, я живу на Кипре. И я вам рассказывала, что мы сдали третий тест и ожидали результата. Конечно, хотелось уже поскорее домой. И этот результат был отрицательный. Все, два последних отрицательных результата, можно ехать домой. А у жены нашего друга вновь был положительный. И она осталась еще на неделю. Еще и два теста делали дополнительно. Когда у меня спрашивают, чем же нас лечили от коронавируса, хочу вам сказать, что мы были бессимптомные. У нас был только термометр. И все. И три раза в день мерили температуру. Кстати, термометр очень интересный. Здесь вот за границей есть инструкция к термометру. В зависимости от того, какие методы вы меряете температуру. И нормальные значения различные. Здесь, значит, меряют температуру. Засовывают в рот, засовывают в задний проход или подмышку. И Джон сразу сказал, Света, давай договоримся, что будем мерять одинаковым методом, что не получилось, что один засунет в одно место, а потом в другое в другое. В общем, мы меряли, засовывали в рот термометр. И так меряли температуру. Из Министерства здравоохранения привезли наши документы, где было указано, какого числа у нас брали тест, был результат положительный. И даты последующих двух тестов, где результаты были отрицательными. И мы уже могли ехать домой. Мы позвонили своему другу Патрику, нашему соседу англичанину. И он приехал, забрал нас. И вот мы стоим уже с улицы этой гостиницы Эден. И уже готовились ехать домой. Ребята, вы не поверите, я впервые в жизни так соскучилась за домом. Мы уехали из дома 4 марта в трехнедельный круиз. А вернулись назад через два месяца, 5 мая. Еще когда мы находились в Англии, когда 25 дней ждали репатриационный рейс из Англии на Кипр, я говорила Джону Джонс, скорее всего, мы вернемся уже тогда домой, когда на Кипре все уже наладится, все уже устаканится, карантин отменят. И вы знаете, так и получилось. 4 мая уже были смягчения карантина. Раньше можно было выходить только один раз по СМС. То есть 4 мая уже дали разрешение на 3 раза можно было выходить из дома. А мы вернулись на следующий день, 5 мая. И сейчас, вот оглядываясь по прошествии на все эти два месяца, что с нами произошло во время пандемии, во время пандемии коронавируса, а ничего страшного и не произошло. А мы побывали в круизе. Мы использовали 70% круиза. Нам вернули уже деньги 50% от этого круиза. Мы побывали в Англии 25 дней. Я никогда не была там. И пожила, и посмотрела красоту Уэльса. Мы прилетели на репатриационном рейсе на Кипр 13 апреля. И в этот же день мы прилетели на бесплатном самолете. Мы не платили ничего. И в этот же день президент Кипра объявил, что с завтрашнего дня, с 14 апреля, репатриационные рейсы все будут за деньги. И вот именно конкретно из Лондона, из Англии, самолет уже стоит около 400 евро. Представьте, мы 800 евро, можно сказать, сэкономили. Тест в частной лаборатории здесь на Кипре люди идут и делают, потому что переживают, конечно, за свое здоровье. Стоит 150 евро. Мы по прилету ничего не платили. Это бесплатно. Сейчас вот у кого берут по прилету 60 евро люди в аэропорту платят. То, что даже вирус, как говорится, вцепился в нас, подцепился, то, может, даже и лучше. Так бы мы и не знали, что у нас этот вирус. А так мы уже знаем, что он у нас был. Что мы теперь уже с мунипетом. И я, конечно, больше переживала за Джона, потому что он был в группе риска, возраст более 65 лет. И еще у него хроническое заболевание сердца, он чуть у кардиолога. Но все обошлось. Главное, конечно, это здоровье. И когда у меня сейчас спрашивают, Света, а готова ты ли еще в будущем отдыхать в круизе, я, конечно, отвечу, да, безусловно. Это самый лучший отдых. Мы побывали во многих странах. И, конечно, в этом году нам уже достаточно. Мы уже наотдыхались, как говорится. А на следующий год, почему бы и нет, обязательно пойдем в круиз, если будет уже нормальная обстановка. И выберем какой-то маршрут. Но хочу сказать, что самое главное, что мы живы и здоровы. Что с нашим здоровьем все в порядке. Я вам уже говорила, что когда мы находились в Англии, то не все люди смогли вернуться назад домой, на Кипр. И одна супружеская пара заразилась вирусом там в Англии. И нам сказали, что они умерли. Некоторые люди, проживающие на Кипре, до сих пор не смогли вернуться еще с Англии. Еще не разрешили нормальные полеты, только репатриационные. А у них нет документов при себе о регистрации на Кипре. Поэтому я считаю, что нам немножко повезло, что мы вовремя вернулись и не платили за рейс. И главное, конечно, это, что мы здоровы. И я хочу всем-всем тоже пожелать здоровья вам и вашим семьям. И, конечно, хочется, чтобы был мир на земле. И чтобы не было никогда этих эпидемий. Надеюсь, что скоро это уже все закончится и решится. И спасибо всем моим друзьям, кто меня поддерживал и морально, и материально. И спасибо всем моим ютубовским друзьям, которые были все серии со мной, переживали во всех сериях, что с нами происходило за эти два месяца. Конечно, сейчас я это все с улыбкой вспоминаю, что все хорошо обошлось и ничего страшного с нами не произошло. Спасибо всем огромное за просмотр. Я вас всех люблю. И пока-пока. До новых моих видео.